Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilNo, и в этом видео я расскажу вам о том, что можно получить уже начиная с завтрашнего дня, со среды и конкретно на целую неделю. Огромное количество контента, халявная одежда для ваших твинков или просто очень плохо одетых персонажей, репутации, опыты, новое событие, много чего очень интересного, поэтому эти исходы, как всегда, Таймовички! Таймовички! Это когда ты утром просыпаешься, выпиваешь пивка и думаешь, что сегодня воскресенье, невероятные ощущения, сумасшедшие, да? Но, конечно же, для тех, кто сидит на самоизоляции, каждый день, как воскресенье, поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Не так, ребяточки, значит, как всегда, такое вот видео еженедельное у нас, да, о том, что у нас происходит на этой неделе, что можно вкусненького формануть, что можно сделать, какие бонусы у нас есть, да. Итак, начнем с самого простого и очевидного, это продолжение ярмарки новолуния, да, то есть, конечно же, еще целых 4 дня, 4 дня можно будет получать бонусы ярмарки новолуния, а именно возможность выполнения ее ачивок, какие-то там маунты, возможно, да, нафармить, и, естественно, кстати, надо будет по этому поводу видео когда-нибудь сделать, да, что там вообще на ярмарке новолуния происходит, и, конечно же, 10% опыта и репутации за абсолютно все, если покатаетесь на карусели, там такой билетик получить, и, как бы, да, классные бонусы, еще целых 4 дня, поэтому пользуйтесь ими обязательно. Нас ждет событие «Сад чудес», начиная с понедельника, это там кролики, вот эти вот, все дела, очень много интересных штук-дрюк, вот, от меня, как всегда, естественно, видео по всем ачивкам будет, да, отдельное и естественно, да, ну и, конечно же, будет видос очень интересный, основанный на этом событии, конкретно метод, чтобы, как говорится, передавать золото между персонажами, да, это тоже я напишу, то есть между персонажами в смысле фракции и в смысле между серваками, то есть метод супердействный и работает только во время «Сада чудес», ну, я немножко расширю и добавлю другие возможные методы, ну и, конечно же, возможно, если там какой-то будет «Голдфарм», тоже о нем расскажу, да, но это уже отдельные будут парочка видео, как раз-таки на старте «Сада чудес», круто, да, круто. Что у нас еще, ребяточки? Также у нас разблокируется путешествие во времени, много уважаемого путешествия во времени, опять я, короче, нахожусь в какой-то локации, которая супер уничтожает меня, давайте-ка я зайду, если что, вот сюда, к «Зидорми», скажу, «Зидорми, давай, пожалуйста, вот без этих вот наколений, что-то какие-то люди тут летают, душное, душное, вот это я понимаю, бабочка, красиво, все хорошо, ульдум, в котором пока что все хорошо, хотя почему-то опять минус, как говорится, минус ОПС, ну да ладно. Значит, события, путешествия во времени, ребяточки. Значит, в чем шоколад? В чем шоколад? Во-первых, конечно же, все, кто до 86 уровня, вот, точнее, свыше 86, да, и выше, могут в этом действии поучаствовать, естественно, да. Конкретно нас ждет, нас ждет, во-первых, задание, задание такое, это у Тарталанов, как всегда, или вот здесь, то есть путеводитель по приключениям, ребяточки, будет, здесь рекомендуемый контенте, то есть вот эта вот красная книжечка с черепком, путеводитель по приключениям, у вас она внизу, возможно, в дефолтном оформлении, да, то есть у вас вот здесь всегда показывается задание, которое будет доступно, и вот будет задание, там что-то типа, по-моему, сходить в пять подземелья путешествия во времени катаклизма, и вы получите уже на этой неделе, ну, скорее всего, это будет шмотка из героической неолоты, то есть 460-я шмотка абсолютно халявная, к слову, вот, делается это, ну, максимум час, максимум час, при этом вы какие-то шмотки тоже повыбиваете, и вам не обязательно быть каким-то сильным персонажем, то есть даже если вы будете 280-й одежде, вы сможете пойти туда и хорошенечко, во-первых, одеться, вот, потому что сможете отскалироваться, падает шмот там, ну, скорее всего, как из героиков, да, скорее всего, как из героиков наших, то есть конкретно падает шмот, сейчас мы проверим какой, чтобы, как говорится, не обмануться, чтобы не обмануться, героически у нас падает 415-й, ну, вот 415-й, скорее всего, шмоточки там и падают в этих вот, как бы, путешествия времени, ну, и 460-я шмотка с неолоты, то есть это может быть все, что угодно, это может быть как самые крутые аксессуары, которые только у нас есть в неолоте, да, так и азеритовый доспех какой-то, да, то есть, допустим, если выпадет что-то в теории с инзота, это будет уже сразу 470 плюс и левел, какие-то, возможно, крутые штуки, ну, и, скорее всего, это будет героическое, потому что уже пора, пора бы уже героическое какое-то наводить, потому что, как бы, было бы обычкой, это понятно, ну, если не будет, ребят, то 445-я с обычки, ну, я думаю, что все-таки, все-таки из героика на этой неделе сделают, как бы, это очень хорошо, когда вы проходите о первой земелье, и не только первой, но и все остальные, вот, вы получаете искаженные знаки, о которых я уже рассказывал непосредственно, да, из-за них вы получаете кучу контента, да, ну, и, конечно же, этот знак, вот, самый первый, самый первый, вы получите квест, который вас отправит сдать этот квест-айдим к вендору, специально вендору, специально посвященному путешествию во времени, очевидно, катаклизма, да, ну, и, естественно, вас ждет, как всегда, здесь куча всяких бесполезных вещей, типа всякие вот одежды на трансмог, да, ну, что нас интересует конкретно, да, в данном случае, в данном случае нас интересует, во-первых, возможный питомчик, вот он, питомчик, блестящая павликушка Гурборгла, как бы Гурборгла, вот, и там какая-то игрушка еще присутствует, и, естественно, знаки признания, то есть, как я уже рассказывал, если за много персонажей вы купите эти знаки признания, вы можете перекинуть эти все знаки признания на одного персонажа, и, соответственно, прокачать ему определенную репутацию с определенной фракцией, да, и, конечно же, самое интересное из всех, вот, помимо прочих, да, вот, конечно же, это Арамкахины, вот, Арамкахины, это как раз-таки те самые наши ребята, которые сделали Ульдумский Союз, не зря я здесь стою, то есть, чтобы к ним попасть, надо подойти вот здесь к Зидорме, в Ульдуме, и нажать, сказать, покажи мне, что здесь было раньше, вот, и, значит, Арамкахины будут тут, значит, продавать, вот, осталось только вспомнить, где у них здесь стоит вендор, вот, и что они продают у нас, давайте-ка, о, Интидант, видите, как я его быстро выследил, но у меня с ними при вознесении, очевидно, да, поэтому у меня они есть, у меня уже есть вот эти вот верблюды, то есть, у них можно будет купить вот такого красавца, если вы качнете его при вознесении, да, и вот такого красавца, ля-какие, такое ощущение, что этот больше, ля-какие, ля-какой, ля-какой, твое лицо, когда ждешь очередь на БГ в Battle for Azeroth, вот, вот, то есть, равно невозможно, равно невозможно, какие-то тут бесполезные эти, ну, и такая довольно-таки красивая, синя-золотая накидочка, вот, интересная, то есть, все вы это можете, очевидно, получить за произнесение, накидочка за дружелюбие, то есть, прикольно, классно, это если вы через эти знаки прокачаетесь, у вас есть уникальные шансы, естественно, как всегда, пока вы будете там ходить, получить уникальных, опять же, маунтов, интересных достаточно, поэтому, смотрите, во-первых, значит, катаклизм выбираем, подземелье, значит, с такой вот подземелья, как вершина смерча, вам может выпасть вот такой вот красавчик, просто за убийство там дракона, с дракона он падает, да, ну, просто это босс, если что, дракон, поэтому его не пропустите, но есть шанс дропа вот такого красавчика, дракон, у меня такой есть вроде как, да, показано, что нет, обманывают, обманывают, это неправда, значит, у меня какой-то другой дракон, Так, ну и из каменных недр, ребяточки, тоже вот такой вот дракон нас ждет Вот, я его, кстати, не очень красиво считаю, да, такой типа дракон из камня, каменный какой-то дракон Вот как он летает, если он из камней кристалл Короче, я не буду задаваться такими сложными вопросами У него какие-то тут наверняка очень крутые крылья, о которых я ничего не понимаю Вот, ну вот, короче, такой дракон выпадает из недр, из каменных недр Это, то есть, если вы, короче, будете искать LFR и случайно пойдете, надеетесь получить такую вкусняшку Это очень приятно И, естественно, ребяточки, конечно же, нам также дали Близзарды с 8.2.5 Уникальную возможность, опять же, во время событий, путешествия во времени, катаклизм, ходить в огненные просторы Это еще один шикарный метод, одеться довольно-таки неплохо Потому что, опять же, логика такая же Можете туда идти с супермаленьким уровнем предметов, да, на 120 уровне И, естественно, там будет падать какой-то шмот Вот, честно, понятия не имею, какой шмот Поэтому, кто в курсе вообще, какой шмот будет в теории падать Потому что его еще, по-моему, не было Это вот на 8.3, или я, может, что-то прошляпил Но падает шмот Я думаю, он гораздо выше, чем 415 И, по моим предположениям, ну, 430-445 Ну, точно должны быть шмотки Не больше, наверняка Так что, если кто точно знает, обязательно напишите об этом в комментариях Здесь много чего интересного также выпадает То есть, к слову, доступна будет сложность обычка и героик То есть, вполне возможно то, что я говорю, 430-445 Вот, если даже будет 445-460, то это тоже классно То есть, вы проходите, у вас персонаж скалируется И, как бы, вы все одинаково нормально дамажите Вот, а потом, в итоге, вы получаете хорошую шмотку на себя Доступна будет целую неделю для убийства Почитайте тактики на вовхеде Обязательно Обязательно ссылочку тоже на тактики я оставлю Вот, там тоже так уже вовхед В комментариях найдете тактику на каждого босса Чтобы, как говорится, не прошляпать всю ситуацию Что здесь интересно, ребяточки, падается Алистрозор в героической сложности падает Вот такая птичка Ну, конечно, вы можете, по идее, в соло это формить Да, но, как бы, птичка вот такая выпадает Когда вы будете проходить, знаете, что она может выпасть Вот это вот Алистрозоры Вот это Алистрозор, да И Рагнорос, да, с Рагнороса падает вот такая вот птичка Конечно, и то, и другое у меня уже есть Вот они такие Вот это красиво, конечно Это летает, а предыдущая не летает, да Очень интересно Ну, по-моему, тут что-то еще падает Вот, но это не точно Помимо, очевидно, типа, красивых трозлов Вот, видите, яйцо пеплопряда Короче, какие-то питомцы, видите, тоже тут падают То есть, вот левище лакомство, да Там много питомцев разнообразных падает Что самое интересное, конечно же, вы можете делать там ачивки И это хорошо, говорится И, естественно, все это дело у нас будет, ребяточки, находиться в поиске группы Обязательно знайте Это нигде не будет, нельзя будет вот здесь ничего найти Вот, то есть, например, поиски относительно катаклизм подземелий, да Прошлого времени Будет вот здесь Соответственно, жмете на поиск группы Вот этот зелененький глазик у себя на панельке Она у вас, как я и говорил, может быть, справа внизу Выбираете здесь, вот будет случайное подземелье Путешествие времени катаклизм Вот так вот И нажмете найти группу, да То есть, в таком случае Либо своей группе из пяти человек, да Или из нескольких человек ищите И находите, проходите Все очень просто, все очень быстро А чтобы попасть в рейд Ну, тут, извините, заранее собрано другое Наверное, где-то из этих трех пунктов Либо рейды Battle for the Road Либо классические, либо другое Будут люди собирать То есть, грубо говоря, наверное, будете заходить вот так вот в другое И будете писать, я даже не знаю Огненные недра, я не знаю Нет, кстати, возможно Огненные недра можно в классические будет искать Да, то есть Например, вот собрать группу И видеть, тут можно выбрать Откуда Откуда, да Откуда и И куда, как говорится Да, видеть, тут огненные недра Вот, например, кто-то будет собирать Как вариант Так что ищите таким образом рейд Потому что Заходить надо в него будет пешочком Если что, он находится в Хиджале Да, Хиджал находится у нас, ребятчики Вот, как бы, здесь На Калимдоре Гора Хиджал А вот, соответственно, и вход в этот рейд Огненные просторы Да, то есть От 10 до 30 игроков в пати Будут собирать люди Ходить Ну вот, я лично ни разу в таких вот Штуках и не был Поэтому Не в курсе, что касаемо и левела Да Естественно, что хочу сказать Про Тактику на новые Как говорится Аффиксы Я еще даже не смотрел Что там за аффиксы Аффиксы у нас какие будут? Тираник То есть Супер сложные боссы Поэтому Избегать их механик В 3 В 4 раза более чаще Чем вы избегаете Да, то есть Если они вдамажат То они вдамажат Как следует И бить их надо долго Тратить на них героизмы И так далее Барабаны Вот эту всю возьню Блод ласты Кишащий Значит Кишащий Значит будет очень много Маленьких мобов И это значит Также, что Надо будет убивать Экстра паки Да, то есть Если что Есть такой аддон Raider Method Dungeon Tools Что-то такое Там, да Вот у меня он должен быть Где-то тут Где-то здесь Сейчас я его Вот Вот он Метод Dungeon Tools И он будет вам В него надо будет профиль Этой неделе запхнуть И покажет вам Что там убивать Поэтому Берегитесь В 2 раза сильнее Потому что Противников будет В 2 раза больше А значит И косты надо будет Чаще сбивать Всяким разным Неприятным Противникам Да, будьте настороже Ребят Будьте настороже И Вулканический Вот это жестко Вот это жестко Вот это вот Под ногами Ведущих в бой Противника на дальней Дистанции Будут выскакивать В вулканы Да, то есть Будет под вами Проверяется Такой вулканчик Вот от него Надо будет отходить Потому что Через несколько секунд Он сделает Ну в принципе Ничего сложного Вот В принципе Это не сложно Надо отходить Вот И стараться Не стоять в мели Потому что Как написано Ведущий бой Спортивной Отбежать Естественно Ну по факту Такое себе Не сказать На мой взгляд На самом деле Что это сложная неделя Потому что Ну опять же Кишащий На Тиранике Без каких-либо Сложных действительно Афиксов Вот вулканический Типа Ну даже если бахнет Нанесет много урона Вот К слову Я заметил Что механика Вот это вот Вулканического Насколько я вроде заметил Чем ближе ты стоишь Тем больше он дамажит То есть Если ты вообще вышел Из него не дамажит Если на краешке стоишь То он может там Чуть-чуть тебе дам Но это кстати Я не точно Потому что Мне так показалось Вот Один из очередных Проносов Да Так что на самом деле Довольно-таки легкая Мне кажется Неделя Вот Легкая неделя А вот следующая неделя Похоже Будет чуть сложнее Похоже Будет чуть сложнее Она прям как бы Нацелена На дополнительных мобов Так что Берегитесь Как говорится Пощады не будет Как говорили бы Солдатики Из фильма Солдатики Вот А точнее Так говорили Кроганы Кто? Масс эффект? Нет Подожди Как же их звали? Как их звали-то? Как их звали? Давайте вспомним Как же их звали? Как же их звали? Ах ты ж Сейчас скажу Как же их звали-то? Глянь Прям вылетит из головы Смотри Короче Напишите в комментариях Как звали Этих пацанов Из мультика Солдатики Точнее Фильма Солдатики Да Как звали их Вот этих вот Типа монстров Ну типа Мирных Вот это там Злые солдатики Были по факту Невероятно Ребяточки Спасибо за просмотр Я надеюсь Вам это видео Понравилось И было полезным Баг-баг-баг-баг-баг-ба-back Зоааа Мотови Киксин Мотови Субтитры Юрм